В преддверии Дня Государственного Флага более десятка музыкантов и творческих коллективов Сургута выступили на сцене парка Кедровый Лог перед жителями и гостями города. Именно такой формат выбрали, чтобы объединить творчество уличных музыкантов и будущих профессионалов. Благоволила участникам и зрителям не только созданная атмосфера праздника, но еще и теплая августовская погода в выходные. Готовились к концерту в течение месяца, искали оборудование и инструменты. В итоге все успели. В подготовке мероприятия нам огромную поддержку оказала администрация города Сургута, а также территориально-общественная организация города. Они предоставили нам оборудование, инструмент для того, чтобы мы могли вообще сформировать данное мероприятие. Также участие приняли спонсоры предприятия нашего города. Запрос на подобные мероприятия есть. Воскресные концерты в Кедровом Логе могут стать традиционными, если не в этом, то в следующем году. К такой инициативе положительно относятся и сами артисты. Среди них, к слову, не только любители, но и будущие профессионалы. Те, кто прямо сейчас связывает свою жизнь с музыкой студенты Сургутского музыкального колледжа. Участники международной благотворительной программы «Новые имена». Они органично вписались в программу концерта, где помимо классики прозвучали произведения в стиле поп, рок, джаз и рэп. Участие в этом мероприятии меня подвигло решение именно то, что это патриотическое мероприятие, то есть посвященное флагу Российской Федерации. И, собственно, как артисту мне очень бы хотелось набраться опыта в подобных мероприятиях. Группа моя существует уже где-то год. В жанрах мы играем самых разных. То есть у нас есть и рок, и металл, и рэп, и просто там что-то отдаленное, такое абстрактное. То есть во всех практических жанрах. Выступаю, наверное, порядка уже десяти лет. Жанр совершенно разнообразный. Сегодня я исполнила примерно в похожем стиле песни. Это такой блюз-рок, джаз-рок, можно так назвать. А так меня знают как и регги-исполнительницу в какое-то время. Я вообще такой человек, что я стараюсь практически всегда соглашаться на выступления. Неважно, они коммерческие, некоммерческие. Ну то есть, если у меня есть силы, время, я обязательно принимаю участие в выступлении.